Всем привет. Меня зовут Саша, я работаю в E-Pam. Секунду, я закинусь в таблетку и в горло. Расскажу сегодня вам про то, как устроен кодсайнинг в андроиде и в iOS. И вообще очень забавно здесь быть, потому что последний раз я был в этом зале лет 5 назад, когда меня не взяли на работу в мейл. И вот теперь я здесь выступаю. Ну, начнем с общих тем и потом посмотрим, как это устроено на каждой из платформ. Значит, первое, наверное, упоминание какого-то шифрования, но очень древнее, это по легенде использовал еще Цезарь, так называемый шифр Цезара. Цезарь – самая простая штука, которая есть. У каждой буквы в алфавите есть, соответственно, порядок. И шифр заключается в том, чтобы в слове сдвинуть каждую букву на фиксированное количество позиций. Например, есть какое-то сообщение, мы хотим его зашифровать шифром Цезаря. Берем ключ, в данном случае просто число, единичку, самый простой вариант, и успех, все зашифровано, никто не узнает. Это пример симметричного шифрования, который просто берет один ключ для отправителя сообщений для получателя, и они должны им обменяться и использовать его и для шифровки, и для расшифровки сообщений. Проблема в том, что если этот ключ кому-то попадет, то ну все, накрылось. Перехватили и все. Есть еще второй тип шифрования, это асимметричное. Оно как раз таки работает примерно таким образом. Думаю, все понятно, можно дальше идти. Давайте сейчас расскажу, что и что, да, слева сверху. То есть у нас есть какое-то сообщение, там, месседж, мы хотим его зашифровать. Е – это типа encryption, да, то есть в данном случае Е – это будет наш открытый ключ, так называемый, которым мы будем шифровать сообщение. Если мы результат потом поделим по модулю на какое-то число, то мы получим C – это уже как бы ciphered message. И вся магия в том, что потом, возведя этот ciphered message в степень D и взять тот же самый модуль, мы получим исходное сообщение. Я пытался разобраться в тонкостях математических, как это делается, там используются простые числа и так далее, но для меня это больше просто какая-то демоническая математика, поэтому просто доверьтесь. Это работает примерно так. На практике как получается? Вот эта штука, асимметричное шифрование, используется в RSA. Я думаю, многие сталкивались с этим или хотя бы слышали. Это придумали три мужика – Ravest, Шамир и Эйдлман. И выглядит это примерно следующим образом. Берем какой-то модуль, опять же выбирается математически, какой-то открытый ключ и какой-то закрытый ключ. Логика в том, что закрытый ключ не должен никуда передаваться, его нужно хранить, как вы бы хранили ключ при симметричном шифровании, а открытый можно давать кому угодно, потому что если его даже перехватят, то никто не сможет получить из открытого ключ закрытый. Возьмем, к примеру, такие числа. То есть если мы один свозьмем в пятую степень, возьмем остаток деления на 21, получим двойку. И если потом двойку мы взведем в степень нашего закрытого ключа, возьмем тот же модуль и получим исходное значение. Так примерно это на практике используется, когда есть два участника, и, соответственно, чтобы наладить обмен сообщением при симметричном шифровании, нужно из своих пары ключей сначала обменяться открытыми частями. И тогда, когда одна сторона захочет отправить сообщение другой, она шифрует сообщение с помощью открытого ключа другой стороны, который есть, отправляет его, и, соответственно, принимающая сторона своим закрытым ключом расшифровывает сообщение, и это работает в обе стороны. Так примерно как это работает, эта магия. Дальше теперь что используется в сайнинге? Это хэш-функции. Это просто функция математическая, которая из любой последовательности единичек и нулей даст какой-то фиксированный уникальный результат. Думаю, многие вот такие штуки как-то встречали. МД5, ША1 это та вещь, пару лет назад, по-моему, Google уже смог словить коллизию в ША1. И ША256, причем помимо ША256 есть и другие, и ША. И все они относятся ко второму поколению, там группа, то есть ША2 называется. ША1 уже деприкейтится, а МД5 достаточно давно деприкейтнулась. Причем, если здесь есть криптоинвесторы, то, я думаю, знают, что ША256 используется в блокчейне. И смысл майнинга, насколько я понял, в том, что нужно подобрать такие входные данные для хэша, чтобы он закончился какой-то фиксированный последовательный цифр. То есть там три нуля должно получиться. И вот эти машины занимаются тем, что подбирают рандомные числа, чтобы сунуть их в хэш и получить ША256, заканчивающийся там на три нуля. И таким образом, подбирая конец хэша целевой, можно управлять сложностью у сети. Теперь, зная, что такое хэш-функции, можно перейти к тому, что такое подпись. Допустим, есть у нас какое-то количество ноликов единичек. Берем от него хэш, получаем хэш, собственно, этих данных. И потом, если мы возьмем этот хэш и подпишем его своим приватным ключом, то мы что-то получим. И как другой стороне удостовериться, что именно мы подписали этот самый хэш. Очень просто. Берется этот хэш и расшифровывается публичным ключом нашим, который есть у того, кто хочет им воспользоваться. Получает какое-то значение. Потом берет те же самые данные, применяет к ним хэш и сравнит результат. Если они одинаковые, то все ок. Если это не совпадает, значит подпись нарушена. Значит, либо данные были не те входные, либо на самом деле хэш брали не мы. Кто знает, что это такое? Кто-нибудь, может, видел? Есть идеи? Да, это B64, но это B64, в котором спрятался сертификат. Если кто-нибудь открывал публичный приватный ключ для SSH или в GTA это еще используется, то там будет такая история. Просто B64 сертификата. И что из себя, по сути, представляет сертификат? Это публичный ключ. Я думал, там должен был другой слайд показаться. Короче, сертификат это, по сути, подписанный публичный ключ с дополнительными данными. То есть кто-то за вас может поручиться, что да, действительно, этот публичный ключ принадлежит вот этому человеку или организации. Соответственно, в нем есть всякие версии, ключ владелец сертификата туда же зашит. Для того, чтобы проверить вашу подпись, вам нужен сертификат. Точнее, им будет нужен ваш сертификат, чтобы проверить вашу подпись. И также в сертификате есть еще, то есть, если посмотреть, в самом низу есть подпись выдавшего. И как проверяется, что выдавшему можно доверять. В сертификате зашит еще хэш сертификата того, кто его выдал. На основании этого работает цепь сертификатов, что, опять же, в принципе, очень похоже на блокчейн. Есть сертификат, он подписан. Если я сам себе выпишу сертификат, сам его подпишу, то ничего. Я могу это сделать и написать там все, что угодно. Этому нельзя доверять. Поэтому сертификаты выдают удостоверяющие центры. Например, мой сертификат будет подписан приватным плечом сертификата, который есть у удостоверяющего центра. Например, когда вы покупаете сертификат, вы покупаете у компании, сертификат которой, по сути, подписан другой компанией, которая всем этим управляет. И сертификат удостоверяющего центра уже, в свою очередь, подписан корневым сертификатом, который подписывается сам собой. Но как получается, что ему можно доверять? Потому что эти корневые сертификаты, они есть в системе, они зашиты. Таким образом, если в систему попадает любой сертификат, и всю эту цепочку развернуть, как только вы уберетесь в корневой сертификат, можно посмотреть в какую-то специальную папку в системе, и если там этот сертификат есть, значит все норм. Если его нет, значит нельзя доверять этой цепочке, и нужно в настройках что-то менять руками. Общая теория на этом закончилась. Перейдем сначала к андроиду. Как это встроено? Я сам iOS-разработчик. Поэтому, пока я готовил этот доклад, я узнал очень много нового про андроид. Все начинается с кистора. Что это такое? Это просто файл, который лежит на диске. По сути это как наш кейчейн, а iOS-ный только, который лежит на диске. То есть в нем лежат пары приватных ключей и сертификатов к этим буличным ключей. Причем еще прикол андроида в том, что в нем есть три вида подписи. Первая. Она до семерки была, до маршмеллоу. У вас еще очень прикольные, ребята, картинки и название вообще операционок. Все такое сладенькое. Вторая версия подписи появилась в седьмом андроиде, и, соответственно, она используется до девятки. Начиная с девятки, уже используется третья версия. Расскажу по порядку, но не очень подробно, чем каждая из них отличается. Значит, первая версия. Фишка в том, что она подписывает содержимое джарника. И первая версия может одновременно существовать в одной ПК-шке вместе со второй. Причем, что ко второй и к третьей часто просто используют имя типа V2+. Если отпаковать АПК-шку, то увидим вот такую штуку. Нас здесь в данном случае интересует папка, которая мета-инф. Для айосников, ну, в рез там лежит куча ресурсов. Декс это можно грубо сравнить с нашим биткодом. Что там еще есть? Ну, ресурсы, это компилинересурсы. И андроид-манифест это некий гибрид нашего инфоплиста и проект-файла. Там есть настройки, в том числе и для билда, и в том числе строчка, которая уникально идентифицируется приложение андроида. Что есть в мета-инфе? Что нам нужно? Самая верхняя штука, серт РСА, как можно догадаться, это наш сертификат. Спасибо вам. Причем серт СФ, это, я не знаю, почему он назван, как бы серт, это не очень логично. Я как понял, там есть механизм, когда несколько человек подписывают одну АПК-шку. На деле я не смог найти, когда это нужно. Манифест МФ, ну, чтобы объяснить, зачем серт, нужно сначала объяснить, зачем манифест. Это файли, в котором есть хэши всех файлов внутри АПК-шки. А в серт точка СФ уже находятся все эти хэши, подписанные, в том числе хэш подписанного самого манифеста. Если посмотреть подробнее на манифест, то выглядит он следующим образом. Здесь описана версия подписи и просто по порядку хэши всех файлов. И потом, если посмотреть на серт СФ, то это все то же самое, только с другими хэшами и еще хэш самого манифеста. Как работают вторая и третья версии. Поскольку АПК-шка это по сути ZIP, то ребята из андроида всунули свой кусок данных прямо в ZIP формат. Он позволяет это сделать. И плюс в том, что можно проверить подпись АПК без того, чтобы ее распаковывать. Именно поэтому они могут существовать вместе с первой. Потому что даже если какой-то старый девайс распакует ZIP, как обычно, он просто не заметит эту подпись и проверится первой. Причем, если подписать АПК-шку второй и первой, и потом первую просто удалить, то она тоже не сработает, потому что все это будет отражено в такой подписи. И вот этот вот АПК-сайник-блок, в котором находятся айдишники и значения каких-то блоков с данными. В данном случае это блок с подписью второй версии, например. Это просто, можно сказать, словарь. И тут я замечаю, что у меня поехали немножко стрелочки мои, они должны были быть более красивыми. Но суть в том, что и для второй версии, и для третьей в этом блоке будет просто блок с данными. Как устроено общение теперь, да? Их, вас, нас, как разработчиков Android с Play. Есть вариант вообще самому заниматься подписыванием своего приложения. Тогда, если есть приложение, я его подписал, я его отправляю в Google Play. И, как я понял из доки, Google дальше с ним ничего не делает. То есть он просто запоминает, что есть такой ID приложения, такая строчка, у него есть такой сертификат, и если потом я впоследствии потеряю ключ, а это достаточно вероятно, которым я подписывал приложение, я не смогу выпускать апдейт, и все. Google просто перекинет его, как есть юзеру. И есть еще сайнинг by Google, который они везде всем навязывают в доках. Это более безопасная схема, когда наш сайнинг-ключ превращается просто в ключ для апплоуда. Собственно, так как это есть в Apple, мы им подписываем только для того, чтобы загрузить в Google. Google переподписывает аппокашку и доставляет ее юзеру. Если мы потеряем наш оплот-кей, просто его можем перегенерить, и все нормально будет. В Apple именно так. И хорошо, потому что сертификаты я теряю регулярно. Теперь подробней. В Android такого нет, но, по-моему, это делает Android Studio, возможно, за вас, или Android вообще не парится, просто дергает из АПК-шки сертификат, и его добавляет в Play к аккаунту. Но в iOS, чтобы получить сертификат, нужно сделать сертификат сайнинг-реквест. Что это такое? Когда мы изгенерили пару, у нас есть приватный ключ и сертификат к нему, который говорит, что да, этот публичный ключ принадлежит нам. Нам нужно отдать его Тиму Куку, чтобы он его подписал. И только тогда мы сможем использовать эту пару. Без этого мы не сможем подписывать приложение. Я залез в АПК-шку в Android, посмотрел, там самоподписанный сертификат, то есть этим заниматься не нужно. Теперь сайнин-аденете. То, что регулярно встречается в доках, если ты читаешь по iOS их, и по сути это просто правильный, одобренный Тимом Куком сертификат и приватный ключ от него. Еще у нас есть такая штука, как AppID. Такой идентификатор, по сути, строчка, который уникально идентифицирует приложение в Store. И в том числе по нему можно посмотреть все приложения от одной и той же команды. Состоит из айдишника команды. И bundle ID, search string. Причем обычно к этому обращаются как просто bundle ID, но на самом деле это search string. То есть оно может быть как сейчас со звездочкой, тогда это будет называться wildcard, когда один и тот же AppID можно использовать для нескольких приложений, у которых bundle ID, то же самое, что package ID в Android, совпадает. Ну может быть любым. И прикидывая, куда идет Swift, последний през, то возможно когда-нибудь он даже будет вот такой. У нас еще есть entitlements. В Android список пермишинов лежит в манифесте. У нас это просто файлик. Просто можешь здесь красиво тыкать. Кстати, в Android Studio я такого не нашел, может и плохо искал, но это очень красиво, по-моему. Ну и мы просто тыкаем кнопочку, там все самое делает, майка какая-то происходит, и в файлик на диске пишется, какой пермишин мы добавили на девайс. Теперь самая, наверное, мякотка всего iOS-сайнинга. Это provisioning профиль, который что из себя вообще представляет, как это работает. Можно сказать, что это некая коробка, в которой лежит все, что нужно подписать конкретным людям, конкретное приложение на конкретный список девайсов. В него входит app ID. Ну, логично. То есть это то, что говорит, для каких приложений можно использовать этот профиль. В него входят сертификаты, то есть подписанные публичные ключи всех тех, кто может им пользоваться. Часто, когда в iOS что-то делать не так с новым каким-то участником команды, именно это происходит по причине того, что нового человека, его сертификаты нет в проверженном профиле, все перестает подписываться, и все перестает работать. Также в профиле есть entitlement. В нем есть или нет списка девайсов, на которые можно ставить. То есть в зависимости от того, как распространяется приложение, оно может вставать либо на любой девайс, либо в ограниченный какой-то список по ID. Ну и дополнительные параметры, имя и так далее. Их бывает несколько типов даже, этих профилей. То есть самый простой, с которым мы постоянно сталкиваемся, это development provision профиль, который используется только для разработки. Его Xcode автоматом генерирует, нам ничего делать не надо. Есть adhoc provision профиль, который обычно используется, да, там adhoc написано, используется, чтобы тестерам дать build, и так далее. То есть это обычно что-то внутреннее. Есть App Store distribution, соответственно, это те приложения, которые идут в App Store, подписываются таким профилем. И для тех из нас, у кого есть доступ к Enterprise программе, чтобы вы понимали, ребята, обычная программа стоит 100 баксов, в Enterprise стоит 300, вот так вот в iOS она устроена как-то. Enterprise позволяет поставить ваше приложение мимо App Store на любой девайс. Это удобно компаниям, которые какой-то есть, типа свой App Store внутренний, типа того. И все provision профили отличаются просто разным набором вот этих вот параметров. То есть можно ли приложение грузить в Store, можно ли поставить приложение на все девайсы, или нужно какое-то ограниченное количество записать, ну и можно ли подключить дебаггер. Теперь если посмотреть, что внутри ИПАшки находится, ИПА, как и АПК, это просто zip-архив. И вот такая структура. Причем, у кого есть macOS, там это я достаточно долго не знал, хотя я уже что-то начинал писать даже. Заходите в applications, там всякие приложения, на самом деле, каждая из этих штук, это папка, которая просто с определенным именем, с определенной структурой папок внутри, поэтому это называется application, по сути, это папка. Если ее открыть, в ней лежит base файл, в котором storyboard, это тоже контейнер, в котором просто скомпилены наши экраны. Code signature, хоть эта папка так и называется, но на самом деле это не совсем именно та подпись. Вот это вот код resources, это то же самое, что в андроиде manifest.mf, внутри мета-инфы. В том есть тот самый provision профиль, info please то же самое, практически то же самое, что андроид-манифест, и сам бинарник. Так вот, подпись, она лежит в самом бинарнике, на самом деле. И она включает в себя подписанный каждый файл через вот этот вот файлик код resources, там лежит его хэш подписанный, там есть хэш provision профиля, там есть хэш инфо-плиста, и еще есть хэш как бы всего бинарника. Чтобы посмотреть, что из себя представляет provision профиль, можно выполнить такую команду, потому что это по сути файлик в определенном формате, который можно посмотреть. Не нужно вглядываться, что сразу бросается в глаза, это вот эта вот дичь, это наши сертификаты, а вот это наши entitlements, плюс up id. дополнительные данные, это неважно. И если посмотреть на код resources, то выглядит это следующим образом. Практически то же самое, что манифест, каждый файл рекурсивно обходит, берется хэш, причем в iOS только есть одна версия подписи, но есть две версии правил, по которым эти хэши берутся, что в принципе не считается второй версией в целом механизма подписи. То есть здесь оказывается, что у Android даже, на мой взгляд, как-то лучше работает, потому что если iOS-ную ипашку распаковать и запаковать обратно, подпись не слетит. Это то же самое, что в один подпись в Android. То есть Android может проверять свои приложения, не распаковывая бинарники, а мы не можем. Вот так вот. Я думаю, я что-нибудь скажу крутое, потому что iOS круче Android, поэтому, поэтому, но оказалось наоборот. Есть кто-то, кто смотрел мой доклад как-то про бинарный формат там iOS-ников? Yeah. Крутяк. Все равно пришлось по-бырику рассказать. То есть есть у нас бинарник какой-нибудь iOS-ный. В нем есть хедер, в котором есть магическое число, которое говорит, что да, это вот такой бинарник, его можно спускать на тех архитектурах. В нем есть load-команда, это, можно сказать, какой-то индекс всего, что есть в файле, который скажет ядру, что вот есть вот такие данные, начиная с этого байтика по вот этот, сделай с ними то и то. То есть load-команда описывает все то, что есть в области данных всего бинарника. Потом есть сегмент текст, они просто так называются, ну так принято. Там находится весь код, исполняемые приложения, есть сегмент данных, в которых есть статические переменные, то есть все, что может меняться в процессе. И есть еще сегмент link-edit, в котором есть таблица символов. И вот кто думает, где подпись лежит? Есть идеи? Да, на самом деле она лежит в конце, в самом конце бинарника, потому что сама подпись, она не является частью всего вот этого бинарного формата, айосного. Они просто взяли и к концу бинарника подпихнули свою подпись в абсолютно проприторном формате. Документации нет, по-моему, только один чувак написал, как это устроено, и я еще не накопил на его книжку. Теперь посмотрим, кто думает, что где здесь подписанный, а где здесь не подписанный. И Пашка. Подожди, ну не пали, я забыл убрать наверху название, но... Ну, короче, да, да, все, понятно. То есть здесь видно, как в самом начале файла просто изменяется одна загрузочная команда, которая говорит, что вот типа там есть подпись, и в конец файла просто вставляется кусок данных с самой подписи. На этом все. Причем по андроиду, если... Я выложил еще, когда делал доклад, это давно, еще в Минске, все, что я использовал для доклада, там есть и ссылки. В андроиде все, опять же, к сожалению, оказалось намного лучше. там есть все в документации, включая даже, как по байтикам устроена вот эта вот структура подписи, это просто... Я вынужден признать, что, ребята, у вас в андроиде лучше док, чем у нас. Ну, еще у меня есть Twitter с мая, теперь я один из этих. Если кому-то будет интересны мои несмешные шутки, можете подписываться. Ну, все, ребята, я готов ответить на вопросы. Спасибо за доклад. Очень интересно. Хотел бы одно дополнение сделать по поводу IOS. Ты, по-моему, не говорил, но когда билд идет в store, то есть это тот же самый upload ключ. Ну, то есть, когда билд Apple review, то Apple его заново переподписывает. Да, это в любом случае. Поэтому, когда, собственно, если твой ключ заэкспаривался, то ничего с приложением не происходит. А вот если это ad hoc, то тогда он перестает. Такой вопрос. В какой-то момент было три, по-моему, вот когда заходишь, сделать новый сертификат. Там, по-моему, было три разных пункта. Был пункт на development, был пункт на ad hoc и на ad store. Сейчас ad hoc и app store объединили. Почему, зачем? Есть какие-нибудь? Есть идея. Вообще, это вот как раз-таки с недавним редизайном девелопера полком. Не-не-не, это раньше было. Раньше, значит, что я помню, что в, по-моему, в восемнадцатом году они сделали так, что, по-моему, Xcode теперь development профили кидает в облако и, то есть, если ты пишешь под development профилем на разных машинах, он автоматически все это поймет и использует тот же самый сертификат и перекинет его. Может быть, это связано с тем, что они вообще убрали эту штуку и сделали ее автоматически полностью. Потому что он уже шарится через облако. Не нужно, как раньше ты взял домой, пришел проект, тебе нужно генерить заново провижен профиль и так далее. Они, видимо, решили забить на development профили, потому что в нем стоит только один ID девайса и только для development, и если даже он течет, ничего страшного. Ну, в принципе, да, на самом деле есть вариант просто экспортнуть P12 и как бы все. Да, я помню, что какой-то мужик на дабдабе говорил, что вот теперь все супер и вам не нужно руками таскать эти все сертификаты именно для development. Думаю, что это с этим связано. Окей. Я просто никогда не использовал автоматическую подпись. С ней как-то раньше было больше проблем, чем помощь. Теперь это работает. Спасибо. Пожалуйста. Клевый доклад. Спасибо. Такой вопрос, Саш. Несмотря на deprecate, fastlane и вот это вот все, match, но очень удобный инструмент, как мне кажется, который автоматически, ну, ребята из Android, наверняка кто-то слышал, кто-то нет. У нас есть инструмент, который автоматически может там продлевать сертификаты, там скачивать их и так далее. Ресерчил ли ты, когда готовился к докладу, есть ли что-то универсальное и планируется ли какая-то разработка, которая будет универсальной и для Android, и для iOS с таким решением? Есть ли универсальное решение, которое может подписывать и Android? Или может, я не знаю, может быть, уже fastlane умеет и в Android. Насколько я знаю, именно решение одно для байк платформ нет. Но сейчас, я думаю, что есть шанс, что оно появится, потому что же на дабдабе недавнем они обновили API application store, и теперь можно по API дергать и создавать себе профили и всем этим заниматься. Так что я думаю, что даже мэч может быть либо переедет на новое API, либо он станет не нужен. Спасибо.